Друзья пустились в нелегкий путь по снежным заносам и пересеченной местности. Молния буксовал и сердился, но оптимизм мэтра не давал ему унывать. В лесу родилась елочка. Ну же, великий госик, попивай! А в это время горожане не сидели без дела. Шериф, как глава местной полиции, разработал план поимки топливного вора. Луиджи и Гвидо назначались разведчиками. Салли отвечала за географические карты, а Филмур обязался снабжать группу захвата экологическим горючим. Каждому жителю радиатора Спрингс хотелось поскорее поймать преступников, чтобы ни одна тачка не осталась без бензина под Новый год. Всеобщая слаженная работа непременно привела бы к успеху. Но, увы, оказалось, что установка, с помощью которой Филмур производил топливо, тоже украдена. Неужто это те же самые воры? А какая может быть погоня, когда у всех пустые баки? Почти все тачки приуныли, но только не сержант. К счастью, он быстро сориентировался и смог предложить новый план действий. Вышенос, бойцы! Сольем остатки бензина у кого сколько есть в баке Луиджи и Гвидо. Они выследят негодяев. Все выше и выше, взбираясь по северным горам, метры и молния утомились. Дорога оказалась выматывающей. Преодолевая снежные заносы, сильный ветер в кузов, друзья старались бодриться и громко пели, чтобы не уснуть. Все, что я хочу на Новый год, пора Новый год, пора Новый год. Внезапно метр наткнулся на полосатый столб-указатель. Откуда он здесь, в горах, где и дороги-то не видно? Эй! Приветик! А вот и северный подос! Присмотревшись, воскликнул эвакуатор. Мы наконец-то на месте! Уставший и промерзший молния с трудом мог поверить, что они достигли заветной цели. У него даже не осталось сил радоваться. Продолжение следует...